В своем коротком обращении, друзья мои, имею желание пошить и вас, и нас к усердной и постоянной молитве. Внимательно изучая жизнь и служение нашего Господа, я вижу, что основным ключом к Его успеху как в жизни, так и в служении была молитва. Написано, после крещения в водах Иордана и сошествия на Него Святого Духа, Иисус вышел на служение и стал являть всем людям, окружающим людям, являть Бога. Сам Бог действовал через своего Сына Иисуса Христа. Однако же, дорогие мои, при всем своем величии наш Господь оставался на земле и жил во плоти. Написано, Он в одни плоти Своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти. Апостол Павел говорит, кстати, как Сын Человеческий, наш Господь нуждался в постоянной поддержке от Своего Отца, от Бога. Для этого Он много молился. Написано, а утром, встав весьма рано, вышел и там молился. Первая глава Марка, по-моему, написана. Каким образом я могу объяснить молитвы моего и вашего Господа? Они показывают, насколько Он нуждался в помощи Отца. Как святой человек, Сын Божий, молился Своему Отцу. Пока Иисус Христос находился на земле, Он был подвержен как опасностям, так и угрозам. Для того, чтобы устоять, победить и остаться верным Своему Отцу, Он много молился. На протяжении всей жизни Иисус Христос, даже так скажу, на протяжении всей жизни Иисуса Христа, дьявол пытался его погубить. Он подходил к нему и лично, и через людей. Первого человека Адама, созданного Богом, дьявол очень легко ввел в грех и лишил славы Божьей. То же самое дьявол хотел или пытался сделать со вторым человеком, с Иисусом Христом. Дьявол делал все возможное для того, чтобы Сын Божий проявил неповиновение Отцу и тем самым лишился святости. Не делает ли это он то же самое сегодня с нами? Если бы дьявол достиг желаемого искупительного жертва, стало бы невозможным. Вот почему Господь молился Отцу и получал от Него постоянную помощь и постоянную поддержку. Один из молитвенных примеров борьбы Иисуса Христа – это Гефсиманский сад. И находясь в Борении, написано «прилежно молился». По его молитвам Бог посылал даже ангелов ему. Не делает ли это Господь то же самое с нами сегодня в нашей жизни? И я глубоко убежден, что многим из нас, дорогие мои, Господь также посылал и посылает своих ангелов. И делает это неоднократно. «Пройдя нелегкий жизненный путь, наш Спаситель устоял и не потерял своей святости, праведности и чистоты». Написано «но видим, что за претерпение смертью венчал славу и честью Иисус». Писание говорит нам о том, что чем больше был его видимый успех, плоды и результаты в служении, тем больше он молился и уединялся в молитве к Отцу. Насколько это важно в служении каждого из его последователей, то есть вас и меня. И вспоминаю о том, как всемирно известного евангелиста-проповедника Билли Грейма попросили изложить принципы его успеха хотя бы тремя пунктами. Его ответ удивил многих, и он заключался в следующем. Первый пункт – это молитва, второй пункт – молитва и третий пункт – молитва. Не правда ли интересно, друзья мои? Господь оставил нам с вами потрясающий пример богоугодной жизни и послушания. Это, скажу так, чудесный пример для нас с вами. Он образец для подражания, и он достоин для того, чтобы за ним следовать, его любить и даже за него умереть. Не это ли совершали наши отцы и деды? Кстати, я многому учусь, глядя на молитву на жизнь моих родителей. И, начиная с детских лет, на протяжении всей своей жизни, и детской, и сознательной, я не перестаю удивляться молитвенной их жизни. Они всегда молятся и не унывают. Несомненно, каждый из вас, многие, по крайней мере, многому обязан своим родителям за их прилежность, постоянство в молитвах. И могу без преувеличения, друзья мои, сказать о том, что я являюсь продуктом родительских, ну, так скажу, отцовских и материнских молитв. И не сомневаюсь в том, что многие вторят мне то же самое о ваших родителях. Да укрепит Господь каждого из вас, да поддержит вас в ваших молитвах к нему. Хочу ободрить, что ваш молитвенный труд не тщетен в его глазах. Если и замедлит он, то подаст защиту вскоре. Так написано. Кажда ваша слеза, каждый молитвенный вздох не остается незамеченным или неучтенным. Наш Господь всемогущий, всеслышащий и всезнающий. Написано, и начавший лично вас, даже в вашем служении, в ваших близких и родных, в судьбе, доброе дело он доведет до конца. Это именно то, что постоянно укрепляет меня и всех, кто стоит рядом с нами, рядом со мной. Дает силы идти дальше, углублять отношения с ним, невзирая на обстоятельства, зачастую тяжелые и нелегкие. Бог да благослови вас!